Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Как побороть страх за ребёнка, за его будешь совсем недавно с делой мамой, вижу какие наглые современные дети, боюсь, что мой ребёнок не сможет постоять за себя, ведь мы с мужем очень мягкие и я честно не знаю как постоять за себя, боюсь, что оставая свои интересы и заступая за ребёнка, сделаю ещё хуже и наживу себя. Задают вопрос аноним. Ну, здесь, пожалуй, хочется сказать о нескольких вещах тех детей, которые вы сейчас видите. Ну, допустим, если мы говорим про школу, да, то это 7-8 лет, вот, редко когда раньше, если мы говорим про одесский сад, то там плюс-минус всё как бы одинаково. Вот, если мы говорим именно про школу, 7-8 лет, то когда вашему ребёнку будет 7-8 лет, вот те дети, которые наглые сейчас, их там уже не будет, там будут немножко другие дети. И эти самые другие дети будут такими же, как ваш ребёнок. Нет, не в плане мягкости, а в плане своего поведения, это будут другие дети. Те, которые дети сейчас, они как бы немножко, условно говоря, дети немножко других родителей, не ваших, не вас. Вот. То есть, условно говоря, вы как бы родители более позднего поколения, чем те дети, какой они являются для своих родителей более раннего поколения. Вот. Это первый момент. Второй момент. Страх за ребёнком и за будущее, а также страх за себя и, условно, страх на жизнь себе, врагов, является ничем иным, как отрицанием реальности, отрицанием того факта, что, как бы, у вас действительно могут быть враги. То есть, иметь врагов – это нормально. Иметь недоброжелателей – это нормально. Но в то же время, недоброжелательство со стороны других людей, является отражение вашей позиции. А отсутствие таких недоброжелателей говорит о том, что ваша позиция, ну, скажем так, скажем так, несколько, ну, несколько не выражается. Вот. То есть, идея здесь моя заключается именно в том, пожалуй, что вы не имеете, не имеете своей позиции. Вот. Я имею в виду, ну, такой вот, какой-то жизненной позиции. И надеетесь, что ценой того, что у вас, вот, не будет позиции, вы надеетесь этой ценой как-то вот себя, ну, условно говоря, защитить. Да, защитить от недоброжелателей. Вот. Ну, может быть, недоброжелателей у вас и, правда, не будет. А вот отсутствие позиции позволит, позволит стать недоброжелателями для вас, всем, кому угодно. Просто потому, что у вас нет своей позиции, человеку, скажем так, не с чем взаимодействовать, и он в итоге будет, как бы, через, ну, посредством такой вот своей агрессии, да, как бы, вас получается по факту подавлять. Да, вот. То есть, у вас здесь, вот, в данном случае, можно говорить о несколько, такой, я бы сказал, нереалистичной картине мира. То есть, вы считаете, как бы, что, ну, что вот, ну, реалистичной, условно говоря, является вот та картинка, которую вы видите, на самом деле, как бы, не совсем так. Вот. И та картина, которую, например, вы видите, да, она не совсем, не совсем, как бы, истина, вот. Она, ну, в какой-то степени, да, вот, ну, вообще не истина, не истина, к сожалению. Вы, как бы, простите, и так далее. Вот. То есть, иными словами, иными словами, история здесь про что? История здесь про то, что вы, как-то, вот, не принимаете реальность, в которой, в которой, ну, находитесь, как бы. Вот. И... Всё. Вот. То есть, вам это, вот, необходимо, наверное, как-то принять и признать, что, вот, в первую очередь, это точно нужно работать с реальной картиной, как картиной мира. Мягкость. Ну, в вашем случае, мягкость. Вот. Судя по тому, что вы описываете, да, является, на мой скромный взгляд, следствием и результатом подавления, как бы, такой вот, ну, естественной, что называется, агрессивности. Вот. Именно, ааа, поэтому, именно в силу, вот, того, что вы свою, свою естественную, агрессивность справляете, у вас появляются мысли относительно того, что вам могут сделать что-то плохое. Эти мысли, ааа, именно эти мысли, ааа, появляются только по той простой, ааа, только по той простой причине, ааа, что вы сдерживаете, ааа, свою агрессивность, свою агрессивность. Вот. Ну, опять же, боитесь, боитесь того, что наживете врагов. Хотя, эээ, как я повторю, как я уже говорил, такая позиция ведет, в общем-то, эээ, ну, как бы, такая позиция ведет, как раз таки, к более ээээ, вероятному наживанию, наживанию врагов, чем, например, если вы будете свою позицию продвигать. Вот. Это, эээ, такой аспект, такой аспект. Эээ, следующий аспект, который нужно, эээ, ну, как бы, эээ, который нужно озвучить, да, это, эээ, отсутствие каких-то, вот, сколь, эээ, ну, адекватных личных границ у вас. То есть, когда у человека есть, эээ, трудности с личными границами, вот, то есть, эээ, человеку сложно себя защитить. У человека нет, ээээ, правил, ээээ, которые помогали бы ему, в той или иной степени реагировать на, ээээ, ну, вызовы, с которыми неизбежно приходится сталкиваться. Вот. Эээ, справляться, ээээ, с этими, ээээ, вызов, вызов, вызовами, ээээ, необходимо. То есть, ну, как бы, ээээ, нельзя, ээээ, образно говоря, да, нельзя, эээээ, не справляться с определенными вызовами. Это невозможно. эээээ, с определенными вызовами справляться нужно. Нужно, а не только потому что в этом есть, эээээээ, скажем, так, вот, ну, необходимо, эээээээ, скажем, вызовами в нашей жизни. Без этого невозможно как бы нормально существовать и нормально как бы жить. К этому можно опять же по разному относиться. Картинка реальности по большому счету вот такая. Хорошая она или плохая, это на мой взгляд уже не столь важно, это больше из области, наверное, каких-то таких достаточно абстрактных вещей, которые на мой взгляд как бы нам здесь обсуждать нет смысла. Поэтому самое лучшее, самое лучшее для вас, что вы можете для себя сделать, это во-первых признать реальность, то есть несколько более реалистично смотреть на мир, допустить, что что-то может произойти, вот и в первую очередь для себя решить проблему собственной защищенности. Вот. Это то, чего вы на данный момент не делаете. К сожалению. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Идем. Значит, поскольку вы боитесь за своего ребенка, вот, то здесь вероятно, имеет место быть, так скажем, определенная идея, которую вы получили уже в свою очередь от своих родителей. Эта идея может быть какого угодно, например, что необходимо, там, все время расширяться, необходимо быть, эээ, избежать каких-то конфликтов. На этот вопрос, как мне кажется, лучше всего можете ответить вы сам. Да? То есть вы сами можете ответить себе на вопрос о том, можно ли избежать каких-то конфликтов. На мой взгляд, нет. Какие-то конфликты собежат нельзя, потому что есть люди, которым, по большому счету, вот, все равно, все равно, абсолютно, на то, как, в общем-то, допустим, тебе хочется. Вот. Есть люди, которых интересует только вот их, собственно, не то чтобы даже выгода, а их, собственно, как бы интересны, и как бы интересны, и это нормально, но есть такие люди, которым, которых интересует. Это в, как бы, в полном таком, если можно выразиться так, в полном устранении других людей. Вот. Это вот, на самом деле, как мне кажется, не очень, в общем и целом, хорошо. Поэтому с такими людьми, так или иначе, сталкиваться мы будем, и, на мой взгляд, будет лучше, если как-то вот, во-первых, мы признаем, что такие люди есть, а во-вторых, мы, как бы, уже будем знать свои интересы. Вот. Одна из особенностей мягкости, вот, именно, что мягкости заключается, как мне кажется, в том, что человек не очень отдает себе отчет, вот, в том, что ему нужно, в том, чего он хочет. Вот. Ну вот, не отдает себе в этом человек отчет, к сожалению. Это значит, что ваша задача заключается в том, чтобы установить свои интересы. Вам необходимо установить, узнать и понять свои интересы, после чего также для себя определить, какую цену вы готовы за реализацию этих данных интересов заплатить. Какую цену, да? Цена, которую вы готовы заплатить за реализацию, ну, что-то в своих интересах, есть проявление ваших личных границ. Вот. Но вам кажется сейчас, вам кажется сейчас, возможно, что вы, ну, скажем так, никому вообще, как бы ни с кем конфликтовать не хотите. Вот. Ну, вам так кажется. Вот. А в действительности вы предавляете определенную злость в себе. Вот. Просто не давая ей выхода. И как уже сказал, в принципе, мой коллега, вот, довольно, довольно справедливый мой коллега, как мне кажется, об этом сказал, что, в общем-то, ваш страх за, ну, вот, как бы, вашего ребенка, это результат того, что вы проецируете на него свой, как бы, свой страх, но что важно, свою агрессию, свою подавляемую злость. Это гораздо важнее, потому что за тем, что вы боитесь забыли считать злость. Вот. Ну, как бы, почему я уже сказал, да, постараться, в принципе, наверное, не буду. Надеюсь, вы меня здесь поймете. Не хотелось бы говорить как-то вот об одном и том же. Вот. Поэтому вам и вашему мужу в определенной степени предстоит работа над собой. Вот. Если вы, как бы, готовы меняться, и если вы, ну, готовы как-то вот в себе разбираться, вот, эта работа будет, эта работа будет довольно приятной, эта работа будет довольно интересной, эта работа будет, эм, довольно-таки, э, легкой для, вот, вот. Ну, легкое именно, вот, в плане, как бы, восприятия. Вот, но не легкое, конечно, в плане, так скажем, процесса, да, процесс, это все-таки такой вот, не самый легкий, к, к сожалению. Вот, поэтому, соответственно, пока вот это было. И пока ваш ребенок маленький, пока ваш ребенок, как бы, ну, относительно, я так полагаю, да, небольшой, вот, вы можете пройти психотерапию, вот, и транслировать ему, то бишь, своему ребенку, довольно-таки конструктивные, довольно-таки конструктивные моменты, довольно-таки конструктивные идеи, вот, которые сейчас, вы, своему ребенку, ну, транслируете, мягко говоря, полную противоположность, вот, к сожалению, большому, моему большому сожалению, вы транслируете, вот, своему ребенку, полную противоположность, вот, к тому, как, ну, я, в принципе, уже сказал, да, вот, почему это, в данном случае, полная противоположность, вот, это именно вот сила всех тех аспектов, которые я озвучил, вот, ну, условно говоря, да, до вас, ну, до вас донести, вот. Не знаю, не знаю, честно говоря, получилось ли, получилось ли у меня это сделать, очень надеюсь, что получилось, но не знаю, получилось ли, вот, я постарался, как вот, в данном случае, мог. Вот, а, как такая история, если пытаться игнорировать реальность, в которой есть определенные угрозы, если пытаться игнорировать реальность, в которой существуют, ну, вот, какие-то негативные аспекты, если пытаться об этого устраняться, вот, то, к сожалению, ничего хорошего из этого не получится. Вы будете только в, ну, все, как бы, глубже и глубже, вот, вы будете погружаться в мир некой такой стерильной реальности, вот. К сожалению, вот, совершенно, ну, как бы, это дезадаптивность, вот, это реальность, которая, вот, ну, как бы, не существует, к сожалению, опять же, повторюсь, да, вот, повторюсь, да, вот, это реальность, которой нет. Вот, вот, примерно, наверное, такой ответ, а, вам можно дать. То есть, справляться со своими страхами не нужно. То есть, что такое, ну, что такое справиться, справиться со страхами. Вот, что это значит, что, что значит справляться со страхами? Ладно, со страхами это, в первую очередь, означает, ооо, подавлять их. То есть, вы хотите подавить свои страхи, ну, как бы, я надеюсь, у меня получилось вам показать, что ничего хорошего из этого не получится, вот. Ну, можно признать, что у вас страхи есть, ну, можно признать, что они есть у всех людей, в том числе и у вас, и что это абсолютно нормально, это абсолютно нормальная история. И что вашего даже не бороться с этими страхами, а, как раз таки, а, использовать энергию этого для того, чтобы, а, более активно, целеустремленно, уверенно, идти по жизни, вот. Понимаете, да? Надеюсь, то, что я пытаюсь вам здесь сказать. Вот. Вот, какая-то, наверное, такая история. Какой-то, наверное, такой аспект. Можно вам, эм, ну, пригласить на данный момент. Вот. Эм. Ещё вы, э, писали. Сейчас я посмотрю. Эм. Так. Значит, боюсь, моего ребёнка меня느� damned, sides plastic. Мы с моими, мочмельки. И, я сейчас, дома «не знаю, как за себя» Вот. Вы говорите. Эм. Со всем этим честно. Что я сейчас не знаю, как за себя представлять. Ээ. Э có. Абсолютно, а... Это абсолютно сонятные. Ну, в том смысле. что я понимаю в каком примерно, ну в какой примерно парадигме вы живете, вот я понимаю примерно в какой парадигме вы живете или жили, вот, и как бы я понимаю, что действительно вам аппа флорня, вам действительно это тяжело, вот, но этому в принципе можно научиться, да, если вы этого хотите, конечно, вот, поэтому сложность здесь заключается только в том, да, вот, хотите ли вы, то есть нужно ли вам, вот, вот, если нужно, то мы с радостью вам поможем, если нужно, мы с радостью, как бы, предложим вам свою услугу, вам, вашему мужу, то есть, как бы, никаких сложностей, никаких трудностей с этим, в принципе, возникнуть не должно, вот, но если вы свой, если вы свой вопрос задаете, условно говоря, просто, ну, как бы, интересно ради, то есть, если у вас такой вот, ну, просто, праздный интерес, да, праздный интерес, да, не обижайтесь, пожалуйста, пожалуйста, на это слово, вот, если у вас просто праздный интерес, вот, то в таком случае, ну, или в данном, или в данном случае, вот, я думаю, что помочь вам будет достаточно, флот. Просто потому что, ну вот, вы не готовы работать над собой в данном случае. Вот. Понимаете да? Какая штука. Соответственно, как мне кажется, в этом аспекте вам и необходимо двигаться, если мы говорим конкретно про то, чтобы вам помочь, да? Про то, чтобы решить ваши проблемы. Не сложно увидеть, как мне кажется. Вот совершенно не сложно увидеть. То, что вы, значит, немножко по себе противоречит. А именно, вы вроде бы говорите о том, что боитесь за ребенка. При этом говорите о том, что, так а у меня, как бы, ну, у меня тоже есть страхи. Говорите вы. Вот. Ну, не можете, на мой взгляд, вы не понимаете, да, что своему ребенку сейчас помочь вам, ну, невозможно. Нереально. Потому что у вас нет опыта, что вы, ну, покажете своему ребенку, чему, чему вы его научите. Если у вас у самой, да? И, соответственно, у его папы нет такого опыта. Вот. Поэтому, да, если вы будете так себя вести, как ведете себя сейчас, да, есть на самом деле большая вероятность того, что ваш ребенок также не сможет себя защищать. Но это даже не, как сказать, это не единственный вариант. Вариант, который может быть. А есть и еще вариант. И этот вариант связан с тем, что ребенок может уйти в контр-сценарий. Что значит уйти в контр-сценарий? Спросите вы. Я вам отвечу. Контр-сценарий – это ситуация, когда ребенок становится полной противоположностью своих родителей. Вот. Понимаете, да? Такая вот полная противоположность своих родителей. Совершенно. И вот это, когда, например, вы мягко, ваш отец, его отец, ваш муж мягкий, а ребенок жесткий и грубый. Совершенно. Точно вряд ли то, чего вы хотели. Вот. А такое вполне может быть. Вот. Такое вполне может случиться. Ну, контр-сценарий никто, никто в данном случае не обменял. К сожалению. К сожалению. Так. Так что, подумайте, как следует. Вот. И вам, вам бы с вашим, вот. Ну, вам бы с вашим супругом. Да? Вот. Обратиться бы к психологу. Вот. И начать психотерапию. Вот. Это было бы лучшее, что вы могли бы сделать. Для себя. Для себя. Для своего ребенка. Опять. Вот. Понимаете. В данном случае. Очень многое. Зависит от вас. Вот. То есть, вот. Ну, условно говоря. Если вы захотите этим заниматься, то, чтобы не захотите, ну, значит, вот так ситуация остается. Вот. Вот. Почему я вот так много сейчас об этом говорю, потому что вот хочется как-то вот вас, ну, условно говоря, вдохновить. Вот. Не так много ресурсов для этого. Вот. Не так много возможностей для этого. Поэтому вот хочется вам как-то помочь. Вот. Начните с простого. Не ставьте себе слишком сложных целей. Вот. Начните с простых вещей. Например, начните с того, чтобы просто спросить себя, какие у меня вообще есть потребности, какие у меня вообще есть желания, чего я вообще хочу. Вот. Что мне интересно может быть. Вот. Что интересно моему мужу. Как я об этом говорю. Как я это выражаю. Да? Например. Это же в общем цена не так условно. Вот. Как кажется. Вот. И вот старайтесь, что называется, сталкиваться с последствиями. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Только так вы сможете научить своего ребенка, как бы, ну, вот, противостоять каким-то угрозам. Вот. Сейчас ваш ребенок этого делать не может. Сейчас ваш ребенок этого не делает. Вот. Понимаете? О чем я говорю. Вот. И тревожность, которая еще недавно, вот, могла быть только вашей передации. При этом, при этом, совершенно необязательно терять мягкость. Вот. Совершенно необязательно становиться каким-то более жестоким, более четким и так далее. Абсолютно. Вещи-то совершенно не до собой не связаны. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Абсолютноília. Абсолютно.